95 миллионов рублей. Столько на сегодня удалось собрать железногорцам на капитальный ремонт 40 домов. Требуется в разы больше – 348 миллионов. Недостающую сумму добавил региональный оператор. Это позволило начать в городе Горняков программу капремонта в полном масштабе. Моя коллега Анна Пикулина побывала в Железногорске и оценила капитальные результаты. Платить или не платить – для Валентины Кирилловны такого вопроса никогда не стояло. Прошлой зимой столбик термометра в квартире едва достигал 16 градусов. Капремонт для нее значит тепло и уют. Все бригады работают нормально. И вот крышу убирают, и сантехники работают, и тепловые трубы меняют. Так что пока претензий к ребятам нет. Своим капремонтом довольны и жители дома по улице Ленина 34-1. Здесь работы полностью завершились. Отремонтированы крыши и фасад дома, заменены двери и окна в подъездах, сантехника в квартирах. Большое спасибо. Красиво. Я доволен. Капремонт сделали у меня в квартире. Не повредили ничего. Ничего плохого не могу сказать. Молодцы. Однако так повезло не всем. Вместо капитального ремонта жители домов улицы Строительной получили капитальный разгром. Горы мусора во дворе – такая же картина внутри подъездов. Работы здесь должны начаться еще в июне. Но скоро октябрь, а у жителей дома нет даже крыши над головой. У нас делается полтора-два месяца уже только крыша. У нас две недели, как раз, когда были потопы, когда дожди были, у нас людей вообще не было. Мусор уже два месяца лежит. Представляете, это стекловат. Мы уже этим стекловатом два месяца дышим. За это мы привлечем подрядную организацию и спросим с них, почему они не выполняют сроки данные требования, которые у нас прописаны в договоре. Весь причиненный ущерб подрядчики обязаны возместить жителям в полном объеме. Специалисты фонда капитального ремонта заверили, что к началу отопительного сезона работы на улице Строительной будут завершены, как и во всех других домах. В Железногорске в десяти домах работы завершены. Сейчас наши специалисты их принимают. На 30 оставшихся домах процент выполнения составляет порядка 75-90%. Я думаю, львиную долю домов порядка 30-35 мы сентябрем, начало октября попытаемся закрыть. И оставшиеся дома, крайний срок это 15-20 октября. Пример Железногорска, ответ скептикам. Программа капитального ремонта начала работу в полном объеме. И отказываясь платить по коммунальным счетам, вы оказываетесь должны не столько фонду, сколько себе и своим соседям. Анна Пикулина, Сергей Дорохов, Телеканал 7.